здравствуйте дорогие друзья с вами снова я хозяйка недвижего угла елена горчакова прямо так вот таком некрасивому запаленном виде я решила записать это коротенькое видео в качестве ответов на вопросы потому что идут комментарии на ю тубе и буквально вот два вопроса я хочу дать на них четкие ответы совершенно во первых это что касается источников информации то есть вопрос постоянно повторяется постоянно где я беру информацию для своих научно-популярных фильмов информацию дорогие друзья я беру из официально опубликованных научных работ то есть из защищенных диссертаций которые хранятся в российской государственной библиотеке в сети интернет я знаю как минимум два сайта где за деньги можно получить доступ к этим материалам то есть копии диссертации высылаются на e-mail вот я этими сервисами пользуюсь советую вам если вы хотите меня проверить я всегда даю ссылки всегда точные полные названия работ авторов их очень легко найти эти работы конечно доступ не платный пожалуйста проверять это первое а значит следующий вопрос был вернее не вопрос а такой знаете крик души я услышала как вы можете использовать материалы диссертации защищенных 15 лет назад они же устарели нет дорогие друзья они не устарели но как бы человек который это написал может быть думает что российская наука ежеминутно буквально занимается исследованием таких вопросов как пихтовое масло флорентинная вода да и так далее нет на самом деле научные результаты научных исследований не устаревают за такие сроки результаты научных исследований достоверны по прошествии 40 50 лет хотя вот как бы я такими диссер такими трудами не часто пользуюсь но это как бы уже книги классические какие-то труды по биологии по медицине могут быть и они вовсе не устаревшие устаревшими становятся опровергнутые научные данные использованные мною данные никто еще не опровергал я всегда все проверяю значит это следующее а да дальше кстати говоря вот человек который написал это я его забанила на канале то есть запретила ему дальнейшую публикацию почему я это сделал объясняю и буду делать дальше так потому что это на самом деле никакая не дискуссии никакой не вопрос понимаете это желание человека не знающего абсолютно не разбирающегося в теме ну как бы поднять свой рейтинг что ли о чем-то поспорить вот просто просто повседить сети я удаляю потому что это мешает это мешает зрителям нормально воспринимать информацию это мешает просто мешает понимаете мешает портит портит настроение и так далее я знаю прекрасные каналы где никакой как пишет еще один товарищ цензуры никакой нет вот ну например канал моего любимого американского фермера живущего в сибири джастаса волкера он никогда комментарии не удаляют от него полностью открыто все это и можно писать я иногда пишу ему какие-то вещи жизнеутверждающие стремлюсь выразить свою свой восторг просто его работы огромной положительной работы на благо всего мира на благо всех людей просто в восторге от этого человека вот а под моими комментариями непосредственно так сказать в ответ на них эти так сказать комментаторы пишут маты понимаете то есть то есть русский эмоциональный мат извращают слова ну просто так вот то есть как бы это уже там уже не о споре речь и джастаса это не удаляет то есть там вообще никто не следит за этим понимаете я допустим как бы я не могу такого допустить я слежу за всеми комментариями я на все абсолютно вопросы отвечаю но если идет вот такое вот отношение ко мне я удаляю и удаляя комментарии я всегда запрещаю дальнейшее комментирование этому человеку потому что как бы мира мира уже не будет вот дальше сейчас под моим видео последним о ведь таежном чае вечерняя звезда появился комментарий о том что таволга якобы кому-то повысила давление сразу же отвечу этого не может быть это просто обман понимаете то есть таволга в принципе не может повысить давление нет но если конечно щепотку таволги добавили в чашку кофе крепчайшего да или там крепкий такой чай какой-то ахмат камелия китайской содержащий кофеин то тогда конечно кофеин в основном чая вызвал повышение давления резкое и пытаются чего-то нам куда-то свалить никогда и ни у кого таволга она же лобазник она же белоголовник повышение давления вызвать не может в этом растении просто отсутствуют вещества влияющие на давление человека есть только вещества влияющие на натропные действия оказывающие влияющие на психику человека и они влияют могут повлиять в сторону понижения давления у гипотоников потому что гипотоники успокаиваются начинают решать свои проблемы без невроза и все у них становится хорошо и давление нормализуется вот вот такие вот коротенькие ответы на набежавшие вопросы просто понимаете я работаю сейчас на даванчайницами мне некогда сидеть и писать 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 снова поэтому я сейчас опубликую это шестиминутное видео вот но если по поводу комментариев банов и чего-то еще какие-то есть вопросы пожалуйста пишите в комментариях под этим видео я буду читать если вопросы корректно я всем отвечу всего доброго дорогие друзья